Привитос, амигос, вайн вокруг арты все больше набирает обороты, кричат, что ее нужно резать, но никто не представляет как. То есть кричат, что арте надо порезать дамаг, арте надо порезать то, арте надо порезать это. Ну, во-первых, насчет дамага. Это сделать не так просто. Ну, как вы себе представляете, что фугас 155-мм будет наносить 200 урона, а фугас из пушки Т-90 будет, как и прежде, херачить на 300. Это, ну, это условные примерные цифры. Я просто к тому, что это невозможно объяснить ни по одним законам. То есть почему фугас от артиллерии должен наносить дамага меньше, если калибр у него больше? Не без помощи добрых людей, доиграющих масс, доводится информация о том, что перезарядку на 2000-м базике можно разогнать до 3 секунд с копейкой. Ну, если округлить, 4 секунды. За 4 секунды арта полностью перезаряжает свой могучий барабан. Об этом даже снял видео один из топовых вододелов. Правда, не все, кто кричит о том, что у этой арты возможна такая перезарядка, упоминают, что для этого вам нужно выкачать кучу танков. Вам нужно прокачать Челленджер 7-го левела, Т-80 7-го левера, Чентарик 7-го левера. Ну, и на выбор либо арту 8-го левела, конкретно этот базик, либо риету, опять же, 8-го левела, что, в принципе, после Челленджера 1 идет сразу же. Так что, вот, здесь, в принципе, довольно просто. Ну, и арта вам, естественно, тоже нужна, чтобы на этой же арте дамаг разогнать, ну, вы поняли. Ну, так вот, ну, либо, конечно же, иметь пресс-аккаунт, как некоторые избранные. Но видео, как видите, я записываю на своем аккаунте. Я, да, многие кричат, что я продался за пресс-аккаунт, но почему-то, однако, на стримах я играю на своем аккаунте. Видео, большинство абсолютно подавляющее, кроме двух видосов, я записываю на своем аккаунте. Конечно, я продался, и пресс-аккаунт мне нужен, как дураку Махорка, я не знаю, просто. Без него я как без рук. Ну, так вот, значит, по поводу того, по поводу криков, нужно ли резать арту, спрашивают иногда моего объективного мнения. Потому что видят, когда арта накидывает очень много дамага в конце боя, такое часто бывает. Когда арта сливается с нулем, такое тоже бывает, но на это как бы, ну, закрывают глаза. Типа, ну, дерьмо случается, там, рак на арту сел. Значит, ну, я считаю, что, в принципе, арту резать вообще-то не обязательно. Кроме, конечно, вот этих диких случаев, когда вы выкачали танки, которые я назвал перед этим, мы разогнали скорострельность себе на 2000-м базике. Можно прибегнуть к опыту картошки и запретить устанавливать оборудование на скорость перезарядки на барабанную технику, да? Потому что, насколько я помню, да, помню я вроде как, в принципе, хорошо, на барабанные танки и барабанную арту в картохе нельзя устанавливать досылатель. Потому что, ну, там барабанная система зарядки, какой в задницу досылатель? Вот, как бы и здесь. Но, с другой стороны, оборудование, которое ускоряет перезарядку, и кроме перезарядки, даёт ещё неплохие бонусы. Но, в принципе, зато у вас вместо этого есть барабан. К слову, сказать, этот барабан на арте, вот эта арта, она не так уж сильно и дамажит. Тут надо три выстрела попасть, чтобы отбить одно единственное попадание из паладина. Поэтому истерии вокруг пазика я не вижу. По мне эта арта говно. Паладин намного лучше. Он и критует сильнее, дамажит сильнее, играть на нём проще. Кроме того, пока разряжается двухтысячный пазик, его можно слить, свестись на него и слить. Поэтому, но, с другой стороны, пряморукие люди на барабанных артах играют по системе 2 плюс 1. То есть, они делают два выстрела, отъезжают, делают третий. Уже, возможно, по обозначившейся на карте вражеской арте, которая в это время попытается убить вас. Но, в любом случае, по-моему, паладин намного круче. Как бы сильно вы не разгоняли скорость перезарядки на пазике. В общем, с пазиком понятно. Можно ему, да, запретить устанавливать определённые виды оборудования. И, тем самым, не дать ему разгонять такую безумную скорострельность. Скорость, вернее, ну, скорость перезарядки. Что делать с паладином? Да, как же быть? Ведь арта, которых в бою всего две штуки. Но она стреляет очень часто, кусает больно. Всем мешает жить. Как же с ней быть? Что же делать? Тут ещё есть такой немаловажный факт, как оборзелая игра на ОБТ на поздних вот этих левелах на восьмёрках, на девятках, на семёрках частично. Дело в том, что танки уже на этом уровне перестают пробивать друг друга в лоб. Им уже не нужно прятаться за камнями друг от друга. Они просто, охренев от такой безнаказанности, выезжают на ровное место, на просторы. Начинают друг друга выцеливать там вот эти вот дырочки уязвимые. И арте выцеливать дырочки не надо. Арте достаточно хлопнуть сверху. И от этого танки угорают. То есть они, во-первых, ну, сами они лезут под арту. Но серьёзно, они уже перестают прятаться. Видите, ну, на каждой карте. Я не говорю, что эта игра должна как картоха быть. Что надо артой загонять танки по щелям. То есть, но в большинстве случаев, в подавляющем большинстве, танк, получивший плюху от арты, сам виноват. То есть он не прячется, он стоит там, блядь, с геройски, с голой грудью, замахнувшись гранатой, там, с криком за родину, за Сталина посреди поля. И закономерно, что он получает плюху от арты. Арта в этом не виновата, что ты туда поехал и там встал так, что ты ведёшь себя в бою так дерзко. То есть не хочешь, чтобы арта по тебе шмаляла? Играй аккуратнее. Вот и всё. Не надо кричать, что арту надо удалить из игры. Об этом кричать могут только сумасшедшие. Когда позднее начнутся какие-нибудь кланвары, там, или что-то такое, да вы только рады будете, что арта со световыми снарядами в этой игре вообще есть. Но покуда арта может спокойно накидывать по 5000 дамага за бой, в чём некоторые из нас, да как некоторые, все из нас имели удовольствие, либо неудовольствие убедиться, с ней надо что-то делать. Ну потому что для того, чтобы накидать 5000 дамага, играя на танке, это надо капец как нагнуть. Чтобы накидать 5000 дамага на арте, надо постоять 5 минут в очереди на бой на этой самой арте. Больше ничего выдающегося делать не надо. Просто прицеливайся, сводись, пристреляй на упреждение и всё. Ну и желательно, чтобы команда, естественно, к тебе не пропустила какую-нибудь мерзкую бронемашинку, которая тебя сольёт. Вот если бы были крабы популярны, да, вот эта машинка с пулемётом под названием краб, если на них бы люди играли, да, и играли много, арты в бою вообще бы не было. Она выпиливалась бы на первых минутах, потому что эта машинка, она просто неуловима. Раньше мне казалось, что крабов в бою станет больше, и арта, необходимость нерфить арту отпадёт естественным образом, то теперь я вижу наоборот, что крабов в бою становится меньше. Почему-то люди на них играть наоборот перестали. Неужели краб не гнёт? Поэтому вопрос насчёт арты обострился. Как же быть? Что же делать? Почему арта нагибает? Я предлагаю ввести оборудование в игру аналог противоосколочного подбоя и сами знаете какой игры. То есть устанавливать на танк оборудование, которое уменьшает урон от фугасов. Но есть опять-таки минус небольшой. Во-первых, оно будет как альтернатива укреплённому корпусу усиленному, или как там он называется. Но оно будет вставляться в ячейку на защиту. Она есть не на всей технике. Во-вторых, на девятых левелах и без арты. Все друг друга мощат фугасами, потому что не могут пробить. А если будут все, а все будут ставить оборудование, которое уменьшит урон от фугасов, допустим, если оно будет уменьшать процентов на 15 или на 20, то машины на этом уровне просто вообще перестанут друг друга убивать. Все станут бессмертными. Это тоже небольшая проблема. То есть всё-таки на девятом левеле какие-то уязвимые щели у танков надо было оставлять, а не делать их какими-то тотально имбовыми. Хорошо, что танки стали живучими, хорошо, что они стали бронированными, да, как в отличие от других игр, но не настолько же. То есть не надо возводить броню в абсолют и превращать игру в какое-то безумие, когда кроме как в борта и в задницу, танк вообще никуда нормально не разбирается. В-третьих, если арту порезать, как мечтают многие, кто тогда вообще будет делать дамаг в этой игре на поздних левелах, когда птуры сбиваются казами, танки друг друга никуда не пробивают, кумулятивы просто нейтрализуются экранами. Дамаг-то откуда будет браться или что? Все должны съезжаться в одну большую кучу и пытаться друг друга насовывать там в борта, да, друг друга заклинчевав до усрачки. Кто-то должен делать в этой игре дамаг, кого-то должны бояться. Кроме того, арты на поле боя всего две. Нужно просто запретить или как-то нивелировать бонусы для артиллерии от некоторых командиров, например, ввести какие-то ограничения на устанавливаемое оборудование или же опять ввести альтернативные бонусы для оборудования, установленного на артиллерию. То есть нерв будет, я думаю, что если будет, да, если будет арту нерфить, то он будет именно примерно такой. Он будет нерфить скорострельность и не путем тотального вырезания статистики у машины, а просто занижению получаемых ею бонусов от командиров, экипажа и оборудования. Это единственный вариант, который, я думаю, должен, по идее, устроить всех. Но даже при этом все равно вайн будет, да, что я, видите ли, геройски еду по дороге, я еду танковать с голой грудью на амбразуру, а меня вдруг по мне стреляет арта и наносит мне дамаг. Что это такое? Это вообще неправильно. Мне не понагибать. То есть от этого все равно никуда не деться. Вайн будет всегда. Другой вопрос в том, когда вайн обоснован и когда вайн не обоснован. То есть сейчас абсолютно обосновано то, что надо базик 2000-й резать в плане перезарядки и паладин, в принципе, резать в плане, возможно, критов и дамага. Но очень сильно паладин, потому что выпиливает оборудование с танка. Прям вообще нереально. Там плюс у каждого командира какие-то невероятные бонусы насчет выпиливания оборудования. Вот экипаж вообще не убивает, да, хоть у вас там сидит Руденко, хоть не Руденко. Я вообще раз в 100 боев вижу, что иногда критую командира танков. Вместо этого экипаж, весь остальной, вернее, экипаж жив. Вот когда начнет выкритовываться экипаж, тогда действительно паладин будет имбовать. А пока что крит модулей завышенный, это, считайте, компенсация. Компенсация за то, что экипаж не выводится из строя вообще. Поэтому многие бесстрашно не берут на хот-бар себе аптечку, да, в расходнике. Оставят себе там эту газировку, шоколадку, смотря сколько денег есть. Потому что все знают, все уже прохабали, что экипаж в этой игре пока что бессмертен. Но вряд ли, опять же, разработчик заботится тем, что будет переписывать, перерасчет делать бонусов от оборудования, от командиров. Скорее всего, просто ТТХ занерфит, как бы это сделала картошка. Да как бы это кто угодно сделал, потому что это сделать намного проще. И в итоге, при самых идеальных раскладах, видимо, при самом правильном подобранном оборудовании, перезарядка барабана у пазика 2000 будет, я думаю, секунд 12. Аналогичная перезарядка будет у паладина, потому что, ну, паладин одним выстрелом наносит большой дамаг. А пазик 2000 и тремя выстрелами наносит дамаг примерно такой же, на самом деле. Потому что, ну, один раз проще хорошенько попасть, чем тремя сделать прямое попадание. На каком-то стриме от разработчиков я слышал от них такую идею, что арта у них должна быть такая, типа, техника поддержки. Но я считаю, что это, в принципе, невозможно, потому что калибр есть калибр, а фугас есть фугас. Не будет никогда арта играть только одними сетовыми снарядами и дымом, да, сбивая максимум гусеницы с танка и стряхивая с него снарядами пыли. Это невозможно. Кстати, только что в итогах боя промелькнули в одном из боев три танка 90МС, которые слились вообще без дамага. Видимо, им помешала чересчур нагибучая арта. Согласно одной древней поговорке, плохим танцорам всегда чего-нибудь мешает. Поэтому я надеюсь, что не будут слишком уж нерфить арту из-за их нытья. Ибо даже если ее уберут из игры вовсе, они все равно найдут из-за чего им поныть. Всегда найдут то, что им мешает нагибать. Субтитры создавал DimaTorzok